Всем привет, с вами Ян Матвеев. Назначена дата похорон Алексея Навального, а полиция продолжает бороться с мемориалами. Российская армия наступает, а Бастрыкин преследует хозяйку кофейни. Алексей Навальный будет похоронен 1 марта на Борисовском кладбище в 16.00. Отпевание состоится в церкви иконы Божьей Матери «Утолимая печали» в Марьино в 14.00. Зал для прощания власти так и не согласовали, снова выдвинув условия о проведении тихих семейных похорон на Хованском кладбище. Такое предложение принес лично Венедиктов, посыльный Кремля. В итоге отдельного зала для прощания не будет. Чтобы был шанс проститься, приходите, пожалуйста, заранее и следите за дальнейшими сообщениями в твиттере Кира Ярмыш. В Чите власти сначала согласовали митинг памяти Немцова и Навального, а потом запретили. А все потому, что Навальный якобы экстремист. То есть на момент согласования акции местную администрацию этот факт не особо тревожил, а потом внезапно забеспокоил. Вероятно, просто пришел приказ сверху. В Москве похоронным агентствам запрещают хоронить Алексея, а в регионах запрещают возлагать цветы и проводить акции памяти. Власти боятся любого даже упоминания имени Навального. Азад-активисты в Москве воруют цветы с мемориала Алексея и относят их к мемориалу Пригожина. По их словам, цитирую, сотрудниками ЧВК «Вагнер» и молодушными людьми, которые не признают, что чтят память Навального, было признано, что цветы оттуда надо забирать и приносить сюда. Ну вот такая вот у них борьба. Лучше бы так с Путиным боролись, по чьему приказу их главу несчастного ЧВК и подорвали. Цветы не дают покоя и коммунальным службам Москвы. Ночью они демонтировали мемориал Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту. Благодарная работа, ничего не скажешь. Непонятно, как они потом смотрят в глаза своим детям. В Люберцах продолжение истории с владелицей кафе Аленой, которая выгнала из заведения участника войны за неадекватное поведение. Штрафа за дискредитацию армии оказалось мало, чтобы наказать девушку. СК возбудил против нее еще и уголовку за возбуждение ненависти, ну и конечно же после доноса, доноса з-патриотов. Возбудить дело поручил лично Бастрыкин. Алену также проверят на причастность к финансированию ВСУ. Она уже задержана. На Кубани депутаты решили наказать вообще всех граждан с административкой о дискредитации армии и запретить им баллотироваться на выборах. Местное законсобрание собирается внести в Госдуму законопроект, который запретит избираться гражданам, осужденным за террористическую деятельность, фейки, дискредитацию армии, призывы к введению санкций против России и так далее. За все вот эти вот новые глупые законы. Причем запрет коснется и привлеченных к административной ответственности. Депутаты считают, что такие меры помогут не допустить, цитата, внутренней смуты. Можно вообще запретить избираться всем, кто имеет другое мнение. Да и голосовать тоже запретить, и выборы можно отменить, вернуть бояр, дворян и крепостное право, чего уж там мелочиться. Ну и к новостям из регионов. В Мордовии пожарные не успели потушить дом, потому что буквально застряли в сугробе. По пути в село Старая Самаевка дороги настолько нечищены, что пожарные пытались откопать технику три с половиной часа. Пенсионеров из горящего дома, слава богу, вытащили соседи. Когда одна из машин наконец доехала, дом уже сгорел. Умер глава правительства СССР, бывший глава правительства СССР Николай Рыжков. Ему было 94 года. Был последним председателем Совета Министров. Уроженец Донецкой области, будучи российским сенатором, поддержал вторжение в Украину и аннексию украинских регионов, за что был внесен в санкционные списки и в отдельный котел в аду. Российская армия продолжает наступление на нескольких участках фронта. Наиболее активно бои идут к западу от Авдеевки. Идут бои за населенные пункты Бердычи, Тоненькая, Орловка. Российские силы наступают при поддержке авиации. А западнее Бахмута идет наступление на Часов-Яр. Идут бои за Ивановска и Богдановку. Сам Часов-Яр обстреливают из артиллерии, а также используют тяжелые авиационные бомбы. Такие же авиабомбы используются и по объектам в тылу украинской армии. Ночью была атака на город Покровск в Донецкой области. Российские военкоры утверждают, что там находилось расположение украинских сил, но никаких подтверждений этому пока нет. Это были все важные новости к этому часу. Сегодня 28 февраля и 735 день войны. Спасибо, что смотрите нас, пишите комментарии и делитесь видео. Это помогает распространять правду. Отдельное спасибо тем, кто поддерживает нас на Патреоне. Мы без вашей помощи не справились бы. Увидимся! Продолжение следует...